Допустим, положено, вообще никакого счастья нет, допустим, от здоровья. Счастья никакого нет. Но человек узнал, что здоровье идёт от природы. Он узнал это. Что значит узнал? Узнал это не значит, что слышал от Олега Геннадьевича. Как мне одна женщина вчера говорит, Олега Геннадьевич, я уже 12 лет лекции слушаю, но что-то на природе не бегаю. Это значит, что не дошло ещё. Потому что есть три типа знания. Первый тип знания, он вообще даже в разум не попадает. Это тот тип знаний, который большинство людей пользуются. Это называется сбор информации. Люди изучают газеты, радио. И они наполняют этим знанием чувства. Ой, там этих убили, там этих расстреляли. О, это то, это сё. Это хорошо, это плохо. Нет, это плохо. И вот они так вот всё изучают, сравнивают. И это чувственная деятельность просто. То есть люди своими чувствами соприкасаются со знанием, заводят его в себя это знание и оценят, хорошо это или плохо. И до свидания это знание. Всё, больше я с ним ничего не имею, никакого дела, потому что мне больше это не нужно. Более глубокое знание проходит в разум. Когда человек хочет всё-таки, ну как бы, изменить свою жизнь как-то с помощью знания, тогда он начинает знание и использовать практически. Ну что это значит? Ну допустим, что-то узнал, что вот надо, допустим, бегать там на природе или вдоль ангары бегать, допустим. Там хороший, слава богу, асфальт постелили. И все бегают. И я как бы не буду белой вороной, как бы можно бегать там вдоль ангары. Начал бегать, допустим, да? Это уже второй слой деятельности разума уже. То есть это чувства, вы получили информацию. Допустим, надо бегать, чтобы быть здоровым. Ой, интересная информация. Давай проверим. И человек начинает бегать. Вот это уже второй тип познания. То есть человек проверяет знание на практике. Это уже деятельность разума. То есть разум уже здесь не чувствовал, взяли информацию, ввели в ум. И ум знает. То есть в уме есть информация. Есть люди умные, то есть они много чего знают. А есть разумные. Кто такие разумные? Это те, которые проверили это знание. Вот умные люди, они говорят, вот это так, вот это так. Но сами ничего не делают. Как, допустим, кто-то говорит, я пошла на лекцию Олега Геннадьевича. Он говорит, да я слушал эти лекции, я знаю, я знаю, что за лекция. Ну хорошо, если ты знаешь, что ты так живешь. Да нет, что мне так жить? Просто я знаю, все. Это в уме находится знание, не в разуме. Вот в разуме знание находится, когда человек проверяет. Он на практике начинает все это делать, проверяет все это. И у него появляется, после этой проверки появляется реализованный опыт. Он говорит, точно работает система. Вот это точно работает система. Это третий слой знания, который находится в глубине разума. И этот слой знания, вот этот третий, он сильно соединен с верой человека. А вера человека – это единственная штука, которая может реально поменять судьбу. Вот, допустим, у вас плохой период наступает. Что такое плохой период? Это когда память вся сосредоточена на боли. Человеку становится очень больно жить. Плохой период. Ему очень плохо, больно. Это значит плохой период. И в это время разум отключается, не работает. Но если есть вера у человека, вера что делает? Она тащит его, тащит туда, где ему будет лучше. Вот человек, допустим, он повержен судьбой. Там муж ушел, или с работы выгнали там, или кто-то погиб там. Человек, а-а-а, ему больно, судьба его повергла как бы в уныние. И человек одевается буквально в полуосознанном состоянии. Он одевает спортивный костюм и побежал. Почему? Потому что он верит в природу. Он знает, что вот этот бег ему помогал, и он чувствует, что это единственный выход. Или человек в полуосознанном состоянии бежит к добрым людям. Он верит в добрых людей, ему добрые люди помогали. Или он в полуосознанном состоянии бежит в храм, потому что ему Бог помогал. То есть, понимаете, это означает реализованное знание. Для чего оно нужно? Оно сопряжено с верой, и оно спасает человека от смерти. Допустим, человек болен, и он выползает и ползет на ангару, чтобы там ходить, бегать, как я видел. Я когда у вас прогуливался тоже, молился вдоль ангары. Я смотрю, человек идет с палочкой, такой чик-чик-чик, полуслепой, еле-еле видит. Я смотрю, еле видит человек. И он ходил там два или три часа. А у него слепота возникла от сильного напряжения. И вот он за эти два часа, я наблюдал за ним, он примерно на 60-70% уменьшил напряжение в своем теле. Я смотрю, молодец мужик. Лекция не слушает, но знает, как жить. Интуиция ему подсказала. Он ходит, ходит, ходит подолгу, и таким образом снимает все напряжение, продлевает все жизни. Понимаете? Вот реализованное знание. Хотя ему тяжело ходить, он ничего не видит. Но он идет, потому что у него в это есть вера. Ну то есть, что такое вера? Вера – это труднодостижимая вещь. Понимаете? Это труднодостижимая вещь. Но когда человек ее достиг, тогда он уже по-другому не будет жить. Вот кто из вас, допустим, молитвой смог добиться, вот пройти все три стадии, которых я вчера говорил? Вот прошли вы, да? Победили судьбу, вернули себе судьбу. Все, у вас появилась вера в сердце. Если вы все три стадии прошли победы, у вас появилась вера, вы никогда больше не будете… Если вам плохо станет, вы опять туда полезете, в эту молитву. Вы никого не будете слушать, будете действовать так, как вы уже чувствуете, что вы почувствовали победу в жизни. Все, вас уже не остановишь. Поэтому очень важно понять, что разум, он соткан из энтузиазма. Что такое энтузиазм? Это первая стадия возбуждения разума. Вот, допустим, вы слушали, слушали лекции. «Сегодня я хочу бегать, ну сколько можно, я хочу!» Это называется энтузиазм. «Слушай, человек, человек, я вот туда хочу!» Понимаете, энтузиазм переходит от одного человека, от другого. Понимаете, вот если человеку что-то нравится, допустим, в жизни, если мы слышим от этого человека, почему именно слушание, я сейчас объясню. Потому что разум соткан из звука. Разум – это звуковая структура. Он соткан из звука, и в нём есть энтузиазм. Воля, решимость, знание, вера, терпение, выносливость, способность побеждать вредные привычки. Всё это функции разума, не ума. И когда человек вдохновлён, вот чем-то вдохновлён, это вдохновение передаётся другому человеку, понимаете? И так один человек другого может вдохновить на что-то. То есть энтузиазм переходит от одного человека к другому. Если один человек во что-то верит, у него есть энтузиазм, он переходит в разум человека. И он чувствует. Как чувствует? То есть разум – это такая сила, которая настраивается на разные энергии счастья. Он как антенка такая, она ловит счастье. Человек от одного человека, он слушает внимательно, оп, поймал счастье где-то, и начинает этим счастьем пользоваться в жизни. Понимаете? Так работает разум. То есть есть судьба. Большинство людей верит во что? В судьбу. Если по судьбе положено, то что? Ничего не сделаешь. Вот так в основном люди так живут. Они верят в судьбу. То есть себя, получается. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Ну, то есть вера в себя не помогает. Вера в себя или вера в судьбу, вера в удачу тоже – это то же самое. Вот повезет, значит, все будет хорошо, не повезет, значит, все будет плохо. Это вера в себя. Понимаете? Эта вера, она не дает никакого результата в жизни. Потому что, когда у тебя хорошая судьба, ты и так всего добьешься. У тебя же хорошая судьба. А когда у тебя плохая судьба, что ты сможешь сделать с ней? Хоть верить в себя, хоть нет, у тебя ничего не получается. Потому что у тебя плохая судьба, все, до свидания. Для того, чтобы победить плохую судьбу, нужно верить не в себя. Верить означает брать энергию счастья. Что значит верить? Вот из себя я беру счастье, у меня хорошая судьба. У меня много счастья, из себя взял счастье. Хорошо, а если плохая судьба? Все, там нет счастья. Бобик сдох. Внутри ничего нету там, все. Тю-тю. И что, откуда вы счастье возьмете? Нету там счастья внутри. Все, да. Концерт закончен. Тогда надо верить уже во что? Удача. А это в себя означает. Удача означает в себя. Оно же плохая судьба, ничего не свалится уже. Ничего не свалится. Нужно верить во внешний какой-то энергии, источник счастья. Понимаете? Внешний источник счастья. Означает природа. Вот человек верит в природу, он будет здоровым уже по-любому. Вот Иванов, Порфирий Иванов. Он был очень здоровым, спал на снегу. Потому что он верил в природу. Он получал счастье, энергию солнца, получал это от природы. Поэтому ему не было холодно никогда. Это от веры зависит. Природа дает человеку силу не болеть. Все. Вера в природу. Если, допустим, он говорит, а я болею, Олег Геннадьевич. Значит, у вас нет веры в природу. Что такое вера? Вера – это связь. Это связь, это контакт с природой. Контакт. Почему у меня нет контакта? Потому что у вас нет опыта этого контакта. Вот, допустим, вы бегаете, бегаете на природе. Постепенно начинает чувствовать, что вы становитесь здоровым. Это значит, что вы будете этим пользоваться. Это называется вера. И даже если вы не пойдете на природу через память просто, вы все равно будете получать энергию этой природы. Серый птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловеческая пуща. А почему прилетает? А потому что он получил реализованный опыт здесь, забытый давно. Наш родительский кровь. Понимаете? То есть он там жил, в этом месте. И он получал эту силу леса, эту силу Беловеческой пущи. А потом, когда он живет уже в городе, когда ему тяжело, он серой птицей лесной, то есть в уме в своем, прилетает к Беловеческой пущи. Для того, чтобы получить эту любовь, эту энергию природы. Я к тебе прилетаю, на дальние станции сойду. Трава покоясь. И хорошо. С былым нынешним, с былым опять с детством. Потому что он там тоже вырос. Здесь все мое, и мы отсюда родом. И Васильки, и я, и Тополя. Видите, человек может получить веру просто с детства. Понимаете? Он вырос на природе. И хорошо с былым наедине бродить в полях. Ничем, ничем не беспокоиться. Почему ничем не беспокоиться? Потому что беспокойство, это что такое? Энергия судьбы. Она, энергия судьбы, бьет по мозгам, бьет по мозгам, бьет по мозгам, бьет по мозгам. И тебе плохо становится. Почему? Потому что не хватает энергии счастья. Судьба забирает энергию счастья, человек начинает беспокоиться. Что значит беспокоиться? Ищет счастье, ищет счастье, ищет счастье, ищет счастье, ищет счастье. беспокоиться а у него вера в природу и он там как бы видит васильковые поля до все беспокойство нет ничем не беспокоить потому что наполнился счастьем все нет беспокойства хорошо хорошо с былым наедине бродить поля до живой воды попью у журавля знаете там журавль и он это его вода живая вода почему живая потому что он ее любит и он пьет эту воду он как бы любит природу любит природу означает будет здоровым человеком не будет болеть в жизни потому что у него есть вера в то что надо что природа дает именно здоровье человек перед человек любит в людей допустим берег людей люди дают человеку успех и жизнь успех это люди здоровье природу а победа над трудностям когда все плохо когда все тяжело это бог это уже храм это уже молитва и ты побеждаешь эту судьбу допустим судьбу совет от тебя не посадить невозможно потому что ты молишься разрушаются все препятствия ничего не получается у тех кто хочет нанести вред почему потому что есть контакт с богом есть молитва которая побеждает судьбу все это происходит через разум вся эта деятельность разум наполняется верой через практику если человек не практикует он не может получить результат нужен опыт практический опыт и так есть есть чувства которые всегда ищут счастье есть ум которым принадлежат эти чувства есть разум который контролирует ум он говорит уму туда не ходи сюда ходи снег башка попадет вот он знание дает ему больно будет вот знание дает уму разума говорит я тебе сейчас разуму научу говорила мама мне про любовь обманную то есть любовь обманная то есть ты влюбляешься еще не факт что ты хороший человек он опрасно тратил и слова видите до разума не доходила информация потому что с добротой надо говорить ребенку чтоб он понял надо чтобы у него было реализованное знание что мама хороший человек ее надо слушать ребенок должен чувствовать верить старше затыкала уши я я ее не слушала то есть до разума не доходил ах мама мама как же ты была права реализованное знание ты была права то есть как она реализовала через страдания ах мамочка на саночках каталась я весь день постричалась с колюшкой на свое я горюшка ах мамочка зачем видите из два варианта учиться как вы мне говорите али геннадий я с вами не согласен хорошо из два варианта учиться один вариант с помощью знания а второй вариант с помощью жизненного опыта выбирайте один из двух вариантов какой-то вам подойдет вариант один из двух кто-то на своих страданиях учится тоже хорошую учебу а то-то знание получает знание живет как надо очень важно понять что судьба действует через желание вот допустим смотрите вот допустим пришло время вам покупать дом или там переехать на юг как надо определить хорошо это или плохо очень просто смотрите если у меня жажда сильно хочу на юг на юг чувство сильно действует желание сильно означает чувство сильно действует чувство значит действует плохая судьба ну допустим вы хотите купить дом быстрее быстрее вот это вот все срочно продают очень хороший дом стоит дешево быстро быстрее покупаем потому что иначе кто другой купит быстрее все такое желание сильное очень неблагоприят значит тебя ты в ловушку попадаешь или быстрее быстрее женюсь не буду думать ничего хорошего человека все женюсь ловушка сильное желание означает ловушка всегда вы скажете а вдруг это сильное желание дает хорошую судьбу нет хорошая судьба не выключает разум человек может размышлять вот допустим вы сможете на свете конечно лучше все но это сразу не поймешь одна снежинка еще не снег еще не снег одна дождинка еще не дождь разум то есть он знакомится он добивается ее она слушает его и как бы изучает разумная девушка дурманом сладким веяло от слова твоего сильное желание дурман сладкий поверила поверила и больше ничего неразумный поступок не надо включаться женщине сильно влюбляться нужно наблюдать изучать и потом дальше делать вы вот тоже самое дом увидели посмотрите на свои чувства если вас туда сильно тянет это очень опасно это означает что вы повержены судьбой а если вы спокойно изучаете наблюдаете смотрите то хорошая судьба спокойствие в сердце когда дом покупаешь хорошая судьба беспокойность в сердце средняя судьба сильное желание самая плохая судьба поэтому сильное желание надо по-любому украшать потянуло куда-то спокойно подумай об этом вот и потом уже дальше помолись и потом дальше я делаю вывод если спокойствие в сердце можно попробовать спокойствие признак хорошей судьбы всегда вот как понять что на этой работе у меня будет все хорошо спокойствие в сердце помолил спокойствие как понять что с этим человеком у меня будет все хорошо не сильно жажда я хочу с тобой жить там или раздражение тоже плохо спокойствие подумал о человеке спокойствие в сердце значит хорошая судьба с этим человеком жажда сильная вспоминаю умираю черные глаза тульника тебе мечтаю черные глаза неблагоприят означает чувство очень сильно тебя туда включили это очень опасно там засада будь осторожен поэтому ведах сравнивают хочу пришли там меня на лекцию захотите будьте как дома нельзя конечно Ведах чувства сравниваются с конями, которые кони, когда конница скачет, кони, допустим, упряжки, их всегда куда-то тянет. Они очень любопытные по природе. Поэтому им ставят ограничители зрения, чтобы только на дорогу смотрели. Потому что кони куда смотрят, туда и скачут. И часто они могут скакать в разные стороны, это вообще может упряжку порвать просто. И поэтому кони сравниваются с чувствами. Чувства скачут туда, где вкусно, где интересно, где счастье. Вот они счастье чувствуют, туда сразу поскакали. Кони не управляют, чувства не управляют сами собой. Чувствам доверять нельзя. Человек должен доверять только разуму. Что это значит разум? Это знание. Что такое знание? Надо изучить человека, если хочешь замуж за него. Изучи, что за человек. Пойми, как он себя ведет. Разберись с ним. Как друзья о нем говорят, как родственники. Как он со всеми себя ведет. Как он после еды себя ведет. Когда человек поел, он не контролирует себя. Он поел, когда человек или во время еды разговаривает, он себя не контролирует. И, допустим, человек все время ведет себя хорошо, начал есть. Там, эээ, мат, перемат, пошел что-то. Вот это он такой есть, знать, в жизни так будет все есть. Послушай его вовремя еды. Послушай, что о нем говорят другие. Посмотри на него. Потом делай вывод. Привычки, узнай, какие привычки у него. Как он расстался с предыдущими людьми. Узнай, сходи к тому, с кем он жил. Узнай о нем. Еще лучше вообще будет. Потрясающий опыт. Не надо все это как бы воспринимать слишком близко, просто изучая. Не привзято. Потому что ясно, если там разрушилась семья, какие-то предвзятые могут быть отношения. Но все равно там будет много правды. Если сердце спокойно, все хорошо, более-менее, человек не может быть идеальным по-любому. Тогда можно подумать о семье. По-любому, правильная семья складывается, как люди общаются, какое-то время долго ходят. У них нет сильно горячих чувств, поэтому они могут общаться. Хорошая, значит, судьба. Если сильно горячие чувства сначала постели, потом поговорить решили. Тогда это уже не очень благоприятная судьба. Это опасно. Сильные чувства неконтролируемые. Итак, кони – это чувство, вожжи – это ум. Чувства натягивают ум всегда. Они заставляют думать об этом. Хочу мороженое, хочу мороженое. Как же мне купить мороженое? Человек начинает размышлять на это. Сначала желание, потом мышление. Вот. Потом дальше разум. Разум – это тот, кто ведет коней. Это возничий. И когда судьба очень тяжелая, то чувства очень сильно привязываются к тому, что разрушают. То есть они как в пропасть, как будто летят. Они не хотят коней ничего знать. Они хотят пропасть. Судьба тяжелая означает очень больно. Память привязывает человека. Память – это что такое? Память – это энергия судьбы. Память связана с временем. Память является силой, которая привязывает человека к жизни, к чему-то. Он вспоминает постоянно. О чем человек вспоминает, туда действует его судьба. Память заставляет думать о том, что разрушает человеческую жизнь. Плохой период означает больная память, болезненная память. Очень сильно больно в сердце. Говорится в ведах, что если человек в прошлом живет, минувшее вспоминает, он живет в невежестве. Если человек вспоминает будущее, все время птица счастья с завтрашнего дня. Прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. Но если человек в будущем живет, значит в страсти он живет. Он верит, что счастье будет, когда я выплачу ипотеку. А сейчас просто платим ипотеку. Счастье в будущем находит в человеке в страсти. В человеке в благости счастье где находится в настоящем? Почему? Потому что он принял судьбу, чтобы в настоящем счастье было. Нужно принять все, что у тебя есть. Жену, детей, страну, город, в котором ты живешь. Олег Геннадьев. Да, город, в котором ты живешь. Страну, в котором ты живешь. Правительство, в котором ты живешь. Когда все принял человек, становится счастливым. Потому что все, что ты живешь вокруг, это все приносит тебе страдания. Жена приносит страдания, правительство, страна, город. Все приносит страдания. Это твоя судьба. Судьба, она дает вызов, делает вызов. Говорит, все плохо, плохо. А еще средства массовой информации, это что такое? Это средства массовой информации, это сейчас больные чувства, понимаете? Больные. Они только плохое все время говорят. Есть такая передача, время вперед. Рекомендую смотреть, и больше никаких передач не рекомендую. Если вы хотите новости смотреть, передача время вперед. Что за передача, то хорошие новости. И сразу вдохновляются жить, хочется в этой стране. И все, время вперед передача. Все смотрим. Все остальное не смотрим. Особенно эти все телешоу, где там родственники ругаются между собой, там другого оскорбляют, там унижают, дерутся там в прямом эфире. Уже вообще баразм какой-то пошел. Этих дураков смотреть не надо. Дурдом 1, дурдом 2, там дурдом 3. Зачем это все смотреть? Смотрите хорошие новости. Если есть, нет, значит лучше смотреть нравственные фильмы. Если хочешь что-то смотреть, смотреть то, что вдохновляет побеждать судьбу. Если вы посмотрели что-то, и у вас страх в сердце, разочарование, напряжение. Это значит, что вы осквернились, получили плохой опыт. И вам надо дополнительно молиться, чтобы это преодолеть. Это все равно, что ты шел-шел по улице и вляпался, и воняет от ноги теперь. Надо бы домой быстрее обувь мыть. Вот может вонять не только от ноги, а еще и от глаз. То есть вы посмотрели что-то там, и воняет теперь уже изнутри, из вас. Потому что сейчас много средств информации массовой, они просто воняют. То есть ничего хорошего вообще нет, просто воняют и воняют. Они не дают объективную картину мира. Понимаете, то есть много же хороших событий вокруг происходит, мы вообще даже их не знаем. Все время какая-то мразь до нас доходит. Кто-то кого-то спас. Вот мы не знаем, в стране постоянно кто-то кого-то спасает. Кучу жизней спасают врачей. Кучу там людей спасают просто люди на улице. Мы не знаем ничего. А вот если кто-то кого-то убил, мы узнаем сразу. Это же несправедливо, нам только плохой опыт дают. Вот представьте вам про вашего мужа, будут рассказывать только плохое все время. Что, вы с ним будете жить? Все, будет осквернение полное. А если только хорошее, тогда вы сможете жить с ним. Понимаете? То есть ведок считает, что получение плохой информации разрушает судьбу. Надо искать хорошее. Надо свои чувства поить хорошим чем-то. Понимаете? Надо кормить свои чувства чистым, светлым. До того, чтобы побеждать судьбу. И так жить тяжело. Понимаете? Если у вас тяжело перед жизнью, у вас чувства кони куда-то скачут, несут. Если вас несет куда-то в жизни, знаете, это всегда в пропасть. Вот, допустим, перешили переехать. Спокойное чувство, все нормально. А если несет туда, хочется стильно, это опасно. Поэтому помолитесь, успокойтесь сначала свои чувства. Успокойтесь. Напоите их молитвой коней. Напоите молитвой. Успокойтесь. И тогда вы еще поживете какое-то время. А если кони несутся у вас, чувства несутся, куда-то скачут, очень опасно. Не поддавайтесь. Держите их на узде. Хочу замуж, хочу замуж за этого человека. Успокойся, расслабься. Потерпи чуть-чуть. Покойте, дайте помолитесь, напоите их знанием, свои чувства. Не торопитесь, понимаете? И тогда вы на краю еще немного постоите. Все будет хорошо. Понимаете? Потому что плохой период пройдет, успокоится чувство. Все можно сделать спокойно. Понимаете? А есть люди, которые вообще, им нравится, что чувства абсолютно беспредельничают. Понимаете? Что мысли у них летят туда-сюда. Им это нравится. Понимаете? Они живут химельной жизнью. Понимаете? То есть, куда захотел, туда побежал. Это беспредел. Вот когда человек так живет, никаких шансов ему выжить в этом мире нет. Все несчастные случаи. Вся тяжелая судьба. Все глупые поступки. Все это от бесконтрольных чувств. А некоторым людям это нравится. По приколу. Понимаете? Когда вот чувства, они куда летят, куда хотят. Результат печальный. Сразу вам говорю. Мои мысли, мои скакуны. Их приспорить нету нужды. Да? Пусть валят куда хотят. Хоть хотят в Сочи, хотят в Анапу. Куда угодно. Куда захотели, туда повалили. Нет приспорить, нету нужды. Все, летим куда хотим. Нет проблем. Мои мысли, мои скакуны. Вот. Обгоняя безумие ветров хмельных. С ветра хмельные. То есть все в угаре пьяном. Вот. Ветры хмельные. Эскадрон моих мышлений шальных. Эскадрон означает огромное количество, понимаете, мыслей шальных. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ из советских фильмов крылатые фразы вот так вот мои хорошие видите это судьба теперь вы спросите отчет с чем причем судьба вот смотрите если у вас плохой период судьбы да чувство может помогут попасть депрессию они могут попасть сильный жар хочу что-то желание сильно какое-то возникает хочу бросить жену желание очень сильно любовь я влюбился люди ночью выучил не оскорбляйте любовь это не любовь это влюбленность любовь это когда ты веришь веры верен человеку это любовь когда ты уважаешь человека это любовь то есть ты совершаешь аскезу над собой подвиг какой-то внутренней живя с человеком это любовь а когда ты просто захотел счастье у тебя не побеяло счастьем от кого-то сейчас я такое пришло от человека это не любовь это влюбленность запомните влюбленность всегда это плохо кроме одного только случая когда ты не женат и она не женат и то даже в этом случае это очень опасная штука если она слишком сильная то ничего не поймешь что происходит вообще потому что влюбленность разрушает разум человек ничего не соображает именно через это вот сильное чувство сильное желание всегда человек приводит человека к смерти сильное желание это приводится также сравнить с природой вот мотылек у него самое сильное счастье идет от света мотылек ему нравится свет больше всего жизнь и он где погибает обжигается от свет то костер от лампочки мотыльки всегда погибают только на свету всегда дальше рыбе больше всего нравится чувство вкуса он обожает чувство вкуса не нравится очень и она даже чувствует что-то острое вот любимый червячок вот и что-то острое все равно пойду туда клевать его а там смерть чувство вкуса дает смерть червячку а человеку больше всего нравится чувство секса понимать с ума сходит от этого чувства и вот чуть-чуть ему как бы вот повлекло его повлекло и все и он крыша свернула жена до свидания семья до свидания дети до свидания всех забывает что все забывают и идет вот ловушку судьбы там ничего то это сильное влечение означает патовая ситуация всегда скажешь ну бывает исключение нет никогда не бывает исключение всегда сильное желание которое разрушает разум приводит человека только к поражению в жизни никогда к победе вот допустим если вам продукт какой-то сильно нравится вот его жжете просто этот продукт вам принесет страдания обязательно вы обожрете если вы будете рыгать ходить как бы пугать унитаз понимаете я вам рассказал опыт жизни это было не так давно в августе месяц я читал лекции в краснодаре приехал там 40 километров я живу от краснодара приехал туда читать лекции вот жарко очень сильная жара я не переношу жару не тяжело жара и жара она уничтожает огонь пищеварения я всегда после еды летом чуть-чуть ем мороженую а там с дороги очень жарко было сильно и я съел не чуть-чуть в два раза больше и у меня семинар был по законам судьбы и такой же как здесь рассказывал про чувства и у меня ничего не переварится у меня все стало колом и начало подниматься наверх я сижу рассказываю читаю лекции мне игры подождите минутку я сейчас мне надо сходить побежал и человек тоже вышел в туалет тоже мужчина как бы зашел слышит соседней как бы кабинки там кто-то пугает унитаз а это олег геннадьчо касс знаете я сражался с унитазом я решил напугать по основательно вот потом сел читаю лекцию потом опять пошел пугать унитаз еще раз почему потому что обожрался мороженым почему его обожрался потому что сильно люблю понимать вот и все вот тебе любовь а если пьяни сильно не любил я бы проконтролировал себя и съел столько сколько мне надо для того чтобы нормально себя чувствовать у меня просто огонь пищеварения слишком сильный чуть-чуть когда в конце чуть-чуть гашу отлично все переваривается а тут побольше чуть-чуть и что делал мороженое загасил и совсем огонь пищеварения там там буль-буль карасики начались и все понимаете страшное дело чувство так действует сильное желание чего кому-то допустим очень нравится лежать в остерии все вот этого бойтесь это вас погубит кому-то допустим фильмы нравится смотрите это вас погубит вот все что сильно нравится то и погубит сильное желание признак плохой судьбы всегда где сильное желание там опасность нравится быстрое вождение быстро езда там опасность